Музыка Всем привет! Сегодня кулинарная тема. Мы вместе с вами будем делать вкусный фарш, который я потом замораживаю. Или в тот же момент, после того, как мы его сделали, я делаю котлетки или еще что-то вкусненькое. Покажу весь процесс приготовления. И для этого нам поможет... У меня появилась новинка электрическая мясорубка от Redmond. А до этого я вам как-то показывала. Мы крутили, у нас была вот такая вот при помощи мужских рук и такая вот старинная. Никогда у меня не было. Я, знаете, я так довольна, что она у меня появилась. И покажу, как я вообще замораживаю фарш. Это очень интересный совет, лайфхак. Досмотрите видео до конца. Что ж, приятного просмотра! Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Уведомлять о выходе новых видео. Я заказывала технику. Мне нужна была мясорубка. Тяжелая очень коробка. Давайте распакуем. Ну, по наклике вы, наверное, поняли откуда. Супер упаковано. Тоже через GPT. Сейчас хуре отнес. После того, как я пользовалась ручной мясорубкой, у меня появилась вот эта Redmond. Вы не представляете, какая я довольна. Во-первых, у меня все родственники ее берут сейчас делать мясо. Потому что она делает мясо, фарш имеется в виду, мгновенно. Вот написано. Почти до 3 кг в минуту не перегревается. И плюс еще, знаете, в комплекте с этой мясорубкой идет набор терок, шинковок. Есть также 3 диска для разных видов мяса. Вот полная комплектация. Здесь мощность 700 ватт. Максимальная мощность 2000 ватт. Вообще все сделано из нержавеющей стали. Нож из легированной стали. 3 диска, вот я сказала, фарш. Также есть насадка для приготовления кебе. Хочу приготовить. Напишите мне, пожалуйста, делали вы, получалось ли вы. Также можно делать колбасы. Это вообще супер. Есть терки, шинковки. Насадка для отжима сока. Функция реверса. Защита от перегрузки. И, вы знаете, я довольна, как слон. Пока я делала только фарш. Тут очень большой комплект, чего только нет. Разобраться можно. Вообще проблем нет. Конечно, фаршем у меня занимаются только мужчины. То есть, мясом даже. Я считаю, что все-таки это как бы мужское дело. Сок пока я не делала. Но тут очень-очень много всего. Кому интересно, спрашивайте. Но я эта мясорубка довольно, знаете, на 100-150-200%. Это очень классная, производительная. Мне кажется, ее можно использовать даже на производстве. Потому что вообще, как она быстро работает. И вы знаете, сколько мы уже не делали. И вот соседи у меня брали, родственники брали. Она ни разу не перегревалась. Что было у меня когда-то вот со старой. И раньше, помните, какие-то мясорубки были. Она перегревается. Начинает пахнуть. Там что-то какие-то ножи. Не знаю, тупица. Фиг поймешь. Короче, я тут это по-свойски вам рассказала. Но я довольна. Вообще всем советую присмотреться к ней. Сказать про свои секреты приготовления идеальных котлет. То есть, это методом проб, ошибок. И с удовольствием хочу поделиться с вами. Возможно, эти советы не новые. Многие знают. Но у каждого есть свои секретики. Поэтому думаю, что новичкам пригодятся мои советы. Первое, что хочу сказать, что в мясном фарше особенно быстро размножаются микробы. И поэтому рекомендуется готовить фарш непосредственно перед приготовлением блюда. Для приготовления котлет я добавляю черствый, не кислый пшеничный хлеб. Он лучше всего подходит. И также, когда мы в котлетную массу вводим яйцо, то нужно вводить не целое яйцо, а только желток. Так как если вводить белок яйца, при жарке он быстро сворачивается. И получается, что котлеты какие-то такие вот суховатые. Также котлеты лучше схватываются, не прилипая друг к другу, если добавлять в фарш немного манной крупы. Все блюда из фарша должны быть прожарены или проварены так, чтобы когда вы их ломаете, то есть сломали две части, они не имели красного цвета, а сок, который вытекает, был прозрачным. Также котлеты нужно жарить на хорошо разогретой сковороде для того, чтобы из них не вытекал сок. Все, всем спасибо за внимание, до следующих встреч!